Ближе к огню сегодня в молодежном центре на Советской 9 открылась презентационная площадка Универсиада с нами. Главным экспонатом стала колба с пламенем всемирных студенческих игр. На открытии побывала и наша съемочная группа. Норильск принимает главный символ международных спортивных праздников уже во второй раз. Впервые огонь побывал в нашем городе накануне Белой Олимпиады в Сочи. Теперь Заполярье освещает лампада зимних студенческих игр 2019, которые зажгли в Турине. Хранители огня нарочно не стали устраивать помпезных мероприятий. Здесь царит атмосфера спортивного праздника, где каждый найдет себе занятие по душе. Когда еще в Норильске среди зимы можно принять участие в заездах на гироскутерах. Эти необычные для Заполяряя соревнования привлекли столько желающих, что спортивного инвентаря не хватило. В спортивном зале молодежного центра можно было пройти полосу препятствий, позаниматься на тренажерах и сдать нормативы ГТО по пяти дисциплинам. Студенты могут попробовать и уже сдать с донесением результатов системы из ГТО. То есть эти студенты уже зарегистрировались на сайте gto.ru, получили медицинский допуск и приступили к выполнению этих испытаний. На другой площадке расположились мастера художественной росписи стен в стиле граффити. Для окрайнего севера в это время года занятие тоже не самое обычное. Ограничений по темам нет, но все же главное это спорт. Ну и конечно каждый посетитель получил уникальную возможность сфотографироваться с колбой, в которой хранится огонь универсиады 2019. На самом деле очень удивительно и почетно, что буквально из итальянского Турина, пройдя 20 городов, огонь универсиады 29-й всемирно-зимний пришел в город Норильск, самую северную точку маршрута. И эта точка является городом Норильском, нашим любимым городом. Презентационная площадка универсиада с нами будет работать до 21 января. По будням с 17 до 19, по выходным с 15 до 17 часов. А 22 января Норильск ждет главное событие – эстафета огня зимних студенческих игр 2019. По килоносце преодолеют дистанцию в 3 километра. Старт состоится у спортивно-развлекательного комплекса на металлургов 10. Финиш возле дворца спорта Арктика. На следующий день символ зимней универсиады отправится дальше по городам региона. И уже 1 марта прибудет в столицу региона. Михаил Чечлев, Сергей Карпов, Вести Норильск. Не остались в стороне от столь грандиозного спортивного события некоторые норильские бизнесмены. Предприятия, изготавливающие продукцию из оленины и северной рыбы, удостоены почетного звания официальных лицензиатов зимней универсиады 2019. Это дает им право использовать символику нынешних студенческих игр на упаковке своих товаров. Город продолжает преображаться к эстафете огня универсиады. 22 января факелоносцы пронесут огонь от спортивно-развлекательного комплекса на Металлургов-10 до Дворца спорта Арктика. Там торжественно зажгут чашу универсиады. К этим двум точкам будет приковано внимание не только норильчан, но и гостей города. И комплексы Дворец спорта предстанут в лучшем виде. На СРК уже висят баннеры символика универсиады. Задорная юлайка появилась и на фасаде Арктики. Спортучреждение изменилось не только внешне, но и внутренне. Универсиадные растяжки украсили холл здания и ледовую арену. Про всемирные студенческие игры норильские школьники теперь знают все. В рамках подготовки к масштабному спортивному мероприятию во всех образовательных учреждениях края проходят уроки универсиады. В начальной школе это познавательные игровые занятия, в пятых-шестых классах квесты, в седьмых-восьмых брейн-ринги, у старшеклассников дебаты. Как урок прошел у самых маленьких учеников третьего лицея, расскажет Елена Степаненко. Урок, посвященный универсиаде 2019, как и положено, прошел динамично по спортивному. Разминка просмотра тематического фильма. Ребята узнали все о предстоящих зимних всемирных играх. А после вышли на старт эстафеты, на несколько минут почувствовав себя хоккеистами, биатлонистами и лыжниками. Мне очень понравилось. Я как будто бы был в настоящей универсиаде в Красноярске. На познавательной площадке школьники собирали из пазлов символ универсиады и с удовольствием делились своими знаниями о предстоящем масштабном событии. Это 29-я универсиада по счету. Где она будет проходить? В Красноярске. Символ универсиада Юлайка. Четвероклассники подошли к уроку очень ответственно. Подготовили информационные коллажи о зимних видах спорта, которые будут представлены на универсиаде. Самым интересным, по мнению ребят, является керлинг. Я читала про эту статью. Я узнала, что этот гранитный предмет, который толкают по льду, это камень. Его метут метелкой лед, чтобы он прошел в середину. Урок прилетел незаметно. Ребята говорят, это была их собственная маленькая универсиада. Елена Степаненко, Сергей Карпов, Вести, Норильск. Завтра в 7 утра объявят штормовое предупреждение. Сообщение об этом появилось на официальном сайте города. Как и предрекали синоптики, очень сильный ветер вновь набирает обороты после небольшой передышки. Завтра его порывы будут достигать 22-27 метров в секунду. Особенно достанется горным районам, возможно, выпадение осадков. Самолет, следовавший из Норильска в Москву, вернулся в аэропорт через 49 минут после взлета. Причина – сработали датчики дыма. «Боинг-737» авиакомпании «Нордстар» вылетел по маршруту Норильск-Москва-Минвода и в 7.44. Через 20 минут в салоне раздался тревожный сигнал. Экипаж принял решение вернуться обратно. Посадка рейса 404 в Норильском аэропорту прошла благополучно. Самолет на взлетной полосе встречали специалисты и техника. Аварийно-спасательный расчет состоял из 10 единиц транспорта и 58 человек. Почему сработал датчик дыма, предстоит выяснить специалистам. По данному факту Красноярскому транспортному прокурору направлены соответствующие информации для организации проверки в отношении авиакомпании. На рейсской транспорте проводится проверка предполетного обслуживания данного самолета. Кроме того, в 10 часов 40 минут данные пассажиров в полном количестве, 118 человек, были направлены на рейси 406 через город Санкт-Петербург в полном составе. Авиакомпания «Нордстар» прокомментировала инцидент следующим образом. При наборе высоты полета проявились признаки неисправности в системе электропитания воздушного судна. Возникшая ситуация в полной мере контролировалась экипажем и оставалась безопасной. И к другим темам. В Заполярном театре открылась седьмая лаборатория современной драматургии «Полярка». В этом году ее тема – реальность объективная, субъективная, виртуальная. Поэтому и открытие на этот раз прошло необычно. И реально, и виртуально. Зрители надели специальные очки, после чего организаторы познакомили собравшихся с программой лаборатории. Публику ждут интересные встречи, показы и обсуждения. Напомню, по правилам «Полярки» зрители совместно с профессиональными экспертами оценивают представленные эскизы. В результате лучший становится полноценным спектаклем и включается в репертуар заполярного драматического. В программу седьмой «Полярки» вошли постановки режиссеров из Норильска, Москвы и Молдовы. Так Тимур Файрузов готовит эскиз по пьесе Дмитрия Данилова «Сережа очень тупой», рассказывающий о человеке из толпы, втянутом в игру по неизвестному правилам. Молдавский постановщик Дмитрий Акриш представит свое видение пьесы «Ради тебя» по мотивам известного мифа об Орфее и Эвредике, драматургов Марины Ашариной и Татьяны Осиной. А столичный режиссер Елизавета Бондарь поставит эскиз по пьесе Алексея Житковского «Горка». Это история воспитательницы детского сада, которая в борьбе с повседневностью и рутины ищет себя. Все три пьесы входят в шорт-листы различных драматургических фестивалей. Театральные эскизы покажут в субботу и воскресенье. Один на основной сцене, два на малой. В работе седьмой «Полярки» занята почти вся труппа театра. Виртуальная реальность, она сегодня иногда мощнее работает, чем обычная реальность. Пьесы связаны, мы подбирали долго, но всегда в жизни вносят какие-то креативы, но в принципе эта тема там есть. В Норильске на лауреатов 27 открылся зал бокса «Единоборс». Два помещения объединили в одном. Теперь его площадь составляет 186 квадратных метров. Сделать ремонт удалось благодаря грантовой поддержке фонда «Мир новых возможностей», средствам фонда поддержки спорта и помощи предпринимателей города. На торжественном открытии побывала Елена Степаненко. Просторный, светлый, современный спортивный зал. Его открытия ждали очень долго. Алексей Нуркенов, директор фонда поддержки спорта и автор проекта, подавал заявку на грант-благотворительные программы «Мир новых возможностей» дважды. В 2016-м тогда предложение не оценили. И в 2018-м. И вот победа. Общая стоимость проекта более 2,5 миллионов рублей. Из них 719 тысяч средства гранта. Еще часть – деньги фонда поддержки спорта. Большой вклад внесли и предприниматели. Помогли с демонтажом стен, установкой окон, заменой системы отопления. Все оборудование, которое здесь в зале есть, нам помог индивидуальный предприниматель. Олег Гаврилович, он привез просто это все бесплатно абсолютно. Здесь больше трех тонн по весу. Раньше здесь было два отдельных зала – тренажерный и для занятий фитнесом. Теперь одно большое помещение площадью 186 квадратных метров, где смогут заниматься и взрослые, и малыши. В зале ринг 5 на 5 метров, 18-метровый борцовский ковер, а также спортивная клетка для тренировок по смешанным единоборствам. Чему здесь можно научиться, спортсмены продемонстрировали на показательных выступлениях. Была возможность и себя показать, и новый зал оценить. Мне понравилось, что тут мягко, и тут очень удобно. Тут очень много места. Одновременно в зале смогут заниматься более 40 спортсменов. Во время тренировок мешать друг другу бойцы не будут. Елена Степаненко, Сергей Карпов, Вести, Норильск. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА